Давайте мы решим еще несколько задач про последовательность. Наверное, это полезно. Например, такая совсем простая задача. Если у нас есть последовательность, стремящаяся к бесконечности, то у нее, имеется в виду последовательность, то есть возрастающая подпоследовательность. Подпоследовательность, конечно, обязательно бесконечная. Вообще в анализе конечно последовательности, если и бывает, как мы специально говорим. Это полудвейство, когда мы пределы, то нам интереснее, что происходит. И так, если есть последовательность, стремящаяся к бесконечности, то среди ее членов можно выбрать возрастающую, естественно, бесконечную, последовательность. А если можно, то можно просто все это. Можно, пока, пока. Подпоследовательность, это вот что такое. Это вы идете под последовательность, но некоторые числа допускаете. Все, пожалуйста. Я сказал, что это очень легкое. Получается, что это та же самая с поскором, просто без некоторых человек. Да-да-да. Как? Как должны? Да, давайте. Ну, мы знаем по определению, потерятельность в качестве бесконечности, это такая потерятельность, которая для любого С с какого-то момента всегда будет С. Да, это правда. Для любого какой-нибудь любой С, будет С, будет С, будет С, будет С, будет С, это просто С. Вот. Вы же знаете, что существует какая-то там АН, которая точно больше, чем С1. Теперь берем С2. С2 это будет С плюс АН. Значит, для такой штуки существует какое-то АН второе, которое больше С2. И они точно не равны, потому что АН не может быть больше себя, то есть какая-то константа. Ну, собственно... Правда, константы отрицательные бывают. Ну, сейчас... Ну, дальше константы взять больше, наверное. Ну, собственно, и так и дальше мы идем. Поднимите руки, кто его фон. Ну, он сказал, что по определению, последовательность, которая стремится к плюс бесконечности, это мы найдем такое Н, ну, для любого Н больше К, у нас будет АН на больше С. Возьмем такое С, ну, оно любое по определению. Вот. И у нас есть такое, ну, такое число АН, которое будет больше С. Возьмем другое С, которое будет просто наше прошлое С плюс АН. Для него будет выполняться то же самое по определению. И что? Ну, и мы берем такую последовательность. Такая вот... Возрастающая последовательность пишет число Трис. Ну, так будет, да. Она будет возрастать... Хорошо, хорошо, садитесь. Ну, господа, давайте скажем так. В принципе, наверное, идея-то разумная была. Ну, зачем писать эти цели не очень было? Я понял, что вам было просто. Я думаю, что можно ведь было не вводить никакие ваши цели, а сказать следующую штуку. Мы просто берем... Сейчас, сейчас, сейчас. А некоторые члены последовательности и все. Вопрос так. Смотрите, господа, делайте это так. Мы строим подпоследовательность, так? Так, давайте договоримся. Что наша последовательность устроена... Так, у нас есть последовательность А1, А2, А3, это я, да? Вот последовательность устроена в следующем. ВА1 это А1. Можно? Да. Можно. А вот теперь, внимание. ВА2 это есть число А с таким номером, что оно больше, чем А1. А2 больше, чем А1, а вот промежуточное, то есть А2 и так далее, А1 меньше или равное. Понятно? Мы ждем, когда впервые у нас появится число после А1, которое больше, чем А1. Почему оно появится? Ну, потому что если оно не появится, то у нас последовательность, то есть вся была бы не больше, чем А1, а такая без бесконечности точно не стремится. Согласны? Замечательно. А что такое B3? Это следующее. Ребята, надо просто здесь вместо единственных, что это тут. И, да? А если у нас, например, последовательность А, это последовательность устроена висию. Честно, что под последовательность будет равна. Ну, где равна, в чем проблема? Итак, ну что такое B3? Это есть такое АМ, где М больше, чем К, ну, чем вот это К. При этом АМ больше, чем АКТ. И при этом числа, которые между ними, то есть АК плюс первое и так далее, АМ минус первое, они все больше, чем АК. То есть простая вещь, мы просто берем первое подходящее число. Мы движемся к последовательности и ищем нам, чтобы возрастало. И пока не нашли, то просто их выпускаем. А почему рано или поздно найдем? Ну, потому что последовательность стремится к плюс бесконечности. Значит, у нее есть... Все поняли? Хорошо. Это очень простая задача.